Напоминаем, что на территории Московской области запрещено разведение открытого огня. Возьмите, пожалуйста, листовку. Номер пожарной охраны не забывайте, 111, в случае, в случае ситуации устранить. Такого знойного августа на территории Московской области еще не было. По наблюдениям синоптиков, даже аномальный 2010-й, когда жители региона задыхались от смога, был более прохладным. Пока пожарную ситуацию в регионе удается держать под контролем. Лесные массивы страдают больше от человеческого фактора. Именно то, что кто-то где-то разжег костер, не уследил, пошло дальше возгорание. В результате возникают лесные пожары. Но у нас, как говорят, Бог миловал, все обошло стороной. Сейчас на территории Ленинского городского округа объявлен пятый класс чрезвычайной опасности и введен особый противопожарный режим. Под абсолютным запретом сжигания сухой травы, разведения костров и приготовления пищи на открытом воздухе. Наше мероприятие посвящено тому, чтобы пройти рейдово, осмотреть определенные лесные массивы, лесные участки. Также осмотреть населенные пункты и садовые товарищества, граничащие с лесными массивами непосредственно, на предмет наличия миниверизованных полос. Потому что весной они были сделаны. И вот сейчас пройдем, посмотрим, проверим, возможно, необходимо их восстановление. В этом году в Кодекс административных правонарушений был внесен ряд изменений. И штрафы за нарушение противопожарной безопасности довольно внушительные. За нарушение требований пожарной безопасности штрафы увеличены с 8 июня текущего года. Так, сейчас за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима штраф составляет на граждан от 10 до 20 тысяч, на должностных лиц от 30 до 60 тысяч. Синоптики обещают резкое изменение погоды в ближайшие дни. И тогда надежда сотрудников МЧС на закрытие жаркого сезона станет вполне реальной. Галина Житко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.